Знать, как лечить грипп важно. Важнее знать, как все-таки вылечить грипп. Все-таки это достаточно опасная вирусная инфекция, очень коварная вирусная инфекция. Приближительное отношение к которой всего на несколько часов может вызвать осложнение, часто несовместимые с жизнью. Способов и средств лечения много, но большинство хочет быстро, эффективно, без осложнений, народными средствами, в домашних условиях, да еще и практически бесплатно. В одном методе это плохо сочетаемо. Я вам дам несколько вариантов, а вы сделаете свой выбор. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, что происходит в ответ на внедрение нового вируса в организм человека. Также вы узнаете, чем уникальны вирусы гриппа. Ну и основные способы лечения. Задача каждого нового вида вируса попасть в любимую клетку. Именно после того, как вирус попадает в любимую клетку, он перестраивает ее на выработку себе подобных, и фактически зайдет один, а выходят сотни и тысячи. И вирусы гепатита любят клетки печени, вирусы гриппа любят слизистую верхних дыхательных путей. Но как только они попадают в любимую клетку, меняется мембрана клетки. Клетка сигнализирует, что я больна. Если вы хорошо подготовились к встрече вируса, то ваша иммунная система мощная, она не голодная. Значит есть эндогенный интерферон, который тут же прилипает к этой зараженной вирусом клетке. И черную метку вирус уже получил. Только по этой черной метке, по эндогенному интерферону, клетка киллер находит зараженную вирусом клетку и уничтожает. И на первых порах многое зависит от соотношения. От того, как вы подготовились к вирусной инфекции, сезону гриппа, простуд. Если вы готовились хорошо, то только попал вирус в клетку, пока он не успел там размножиться, он, клетка уже получила черную метку, киллер нашел, уничтожил. Что с вирусной инфекцией? Да она не развивается. Вы ее не видите. И в принципе, с одной стороны, это хорошо. Если же ваша иммунная система была подготовлена плохо, вы не знали, как ее накормить, без вопросов, вирусы начинают размножаться более активно, чем иммунная система их уничтожает, появляется, уже развивается собственное заболевание. И в ответ на некоторые, каждый вирус своими разными особенностями раздражает иммунную систему, в которой вырабатываются антитела. Специфические антитела. Если эндогенный интерферон, это не специфическая защита, клетки киллеров, фактически не специфическая защита, они едят, уничтожают все чужое, то антитела, они вырабатываются к конкретному вирусу, к конкретному патогену. Но выработка антител занимает определенное время. В среднем это 5-7 дней. Для того, чтобы ускорить этот процесс, ваш организм повышает температуру. При повышении температуры, это великолепный антибиотик широкого спектра действия, в случае, если температура поднялась выше 38 градусов. В этом случае температура давит вирусы, мешает размножаться вирусам, бактериям, но усиливает выработку антител. И фактически, ну, защита работает. Но только в том случае, если температура выше 38. Если температуру ваш организм даже не дотянул до 38 градусов, человек чувствует себя паршиво, по той простой причине, что в данном случае температура не выполняет роль антибиотиков, а ваш организм выполняет роль инкубатора. Для каких бактерий или вирусов? Не существенно, но вы великолепно помогаете им размножаться, помогаете им вредить вашему организму. И это, опять-таки, указывает на то, что, ну, не знали вы, как правильно подготовиться к такой достаточно вероятной встрече. Если температура за 38, прекрасно, фактор времени через 5-7 дней. Лечите вы или не лечите, но от вирусной инфекции, вызванной вирусом гриппа, получаете 100% излечение. И больше вы не будете болеть этим вирусом гриппа, потому как иммунитет вырабатывается пожизненный. Хронической инфекции вирусами гриппа не описано. Описано другое. Вирусов гриппа больше 100 видов разных. В принципе, человек может при неудачном стечении обстоятельств 2-3 раза в год болеть различными вирусными инфекциями, вызванными вирусами гриппа, на протяжении 70-80 лет жизни. Увы, это есть. Это статистика просто. Случаев рецидива вирусной инфекции, вызванной гриппом, они не описаны. А вот осложнения описаны. И тут очень важно понимать, как правильно все-таки сопровождать эту инфекцию. Есть мнение, что очень хорошо обрывает вирусную инфекцию обливание холодной водой. Это ошибочное мнение. Потому что если заболевание вызвано вирусом гриппа, то защитно-приспособительная реакция повышения температуры, как я уже сказал, она тормозит развитие вируса. При обливании выброса гормонов, стрессовых гормонов и почечников, они тормозят любые воспалительные реакции, и вашу реакцию, вашу ответную реакцию на вирус гриппа, они тормозят. Но в случае, если вы заболели реально гриппозной инфекцией, именно грипп вызвал, то обливание только ухудшит течение. По той простой причине, что вирус гриппа, ему прекрасно, ему жить великолепно, никто с ним не борется, антитела не образуются, температура ему не ограничивает его активность. Он великолепно развивается, не дай вам Бог, начать обливание, если вы заболели реально гриппом. А тем более моржевание. В принципе, одно и то же. Механизм действия один и тот же. Раздражение кожи, выброс стрессовых гормонов и почечников, которые тормозят развитие воспалительного процесса. Где плюс получают? Когда путают грипп и обострение хронической бактериальной инфекции. Вот именно здесь эффект какой-то будет. Да, живет какая-то бактерия в организме. Да, плохо контролирует ее иммунная система. Да, при снижении иммунитета она проявила о себе знать. Да. Видите, какой-то очажок вам плохо. Облились холодной водой. Нырнули в прорубь. Стрессовые гормоны от почечников убрали реакцию вашего организма на развитие бактерий. Вы видите, вроде как стало лучше. Топоры давления. Проходит там какой-то срок, период недели, месяц, несколько месяцев. Опять хуже, опять обливание, опять все то же самое. Ну, чтобы бактерия, чтобы вы не видели этого очага, обливаетесь часто, моржуете. Не проблема. Вы не видите этого очага. Да по той простой причине, что высокий уровень гормонов коронатопочников вызывает такую реакцию. В принципе, вы можете не преодолевать даже психологический барьер, перед тем, как нырнуть в прорубь или облиться холодной водой. Можете взять в аптеке препараты с гормонами коронатопочников, принимать будет получать точно такой же результат. Вопрос в другом. Ваша иммунная система не работает. Просто маскируете реакцию вашего организма на такую ситуацию. Тут ни в коем случае такого делать нельзя. Ну, конечно, это выбор человека. Когда рассказывают, что моржевание и обливание это здорово, да, покажите долго жителей. Не показывают. Есть другая экстремальная система отношения к организму, но которая, вы знаете, при реальной вирусной инфекции дает великолепный положительный результат. Так называемое лечебное голодание. Чем оно интересно? Ну, вы добавляете воду, убираете еду. В принципе, это один из основных показателей, которые нужно делать при заболевании гриппом. Потому что вода это детоксикация и охлаждение вашего организма одновременно. Ну, а еда тормозит всасывание воды в организм. При гриппе не стоит, особенно если температура за 38-39, не стоит есть, потому что еда требует определенного времени нахождения в желудке и не дает всасываться воде. То есть, пока вы перевариваете пищу, неважно какую, организм не получает дополнительное количество воды. А всего час нехватки воды, кровь становится более густой и нагрузка на сердце. Кроме того, что для крови вода нужна для того, чтобы разжижать мокроту в органах дыхания, мокрота становится более густой, она блокирует какие-то участки легких. И в этих участках развиваются очаги пневмонии. Так как мокрота образуется везде, в легких, и примерно литровая банка в сутки, как вы понимаете, убрать воду, а мокрота это почти 98% вода, уберите воду, мокрота остается густой, ей очень тяжело двигаться по органам дыхания, выходить и очищать эти органы дыхания. Мокрота блокирует бронг, развился очаг пневмонии. Так как таких очагов может быть много, мокроту и степень дыхательной недостаточности при нехватке воды на охлаждение вашего организма и на разжижение мокроты развивается очень легко и просто. И буквально несколько часов нужно, для того, чтобы условно здоровый человек, больной гриппом, но сохранный, вдруг перешел в другое состояние с острой дыхательной недостаточностью, которую очень тяжело компенсировать, и этот человек остается фактически инвалидом. Как можно усилить систему? Просто вода это здорово, но лучше, если будут фруктовые соки, это будет разведенное в воде варенье, повидло, джем. То есть вы немножко подбросите своему организму такую дешевую энергию в виде простых углеводов, которые легко всасываются, не требуют переварения, а энергию ваш организм получает. И в принципе, таким образом, вы еще лучше проходите грипп и меньше осложнений возникает, если вы пьете достаточное количество воды. Потому что потребность в воде в обычных условиях это 4-5% от массы тела плюс 1 литр на каждый дополнительный градус повышения температуры. Это норма. И все прекрасно. Но некоторые пытаются грипп лечить быстро. Если на лечебном голодании в таком виде повышенная температура сохраняется обычно от 2 до 5 дней и самостоятельно снижается, когда в ней потребность исчезает, то многие пытаются повлиять на течение инфекции, просто снижая температуру. Принимаются жаропонижающие. И несущественно это растительного либо синтетического происхождения. Неважно происхождение, важен результат. Жаропонижающие снижают температуру. Внешне вам кажется по состоянию градусника вам кажется, что вы здоровы. На самом деле вирусы гриппа и другие вирусы может быть и компания зашла в ваш организм и говорят вам большое спасибо. Наконец-то мы вздохнем хорошо, потому что с нами теперь никто не борется. Температура нас не подавляет, иммунитет, интерферон и антитела не вырабатывают. То есть прекрасную медвежью услугу вы оказали своему организму и не стоит так делать. А скорее стоит выполнить 6 условий. 6У. Для того, чтобы правильно сопровождать все-таки вирусную инфекцию. Условие первое. Если вы подозреваете, что вы заболели гриппом, вы должны уединиться. Но уединиться не просто пойти в поля в огороды. Температура окружающей среды должна быть градуса 18-20. Влажность стремится к 100%. И в таких условиях вы можете легко находиться. В этих условиях потребность в воде минимальна. И вероятность развития осложнений максимальна. Второе У. Вам нужно успокоиться. Любой стресс снижает иммунитет, равносильно как обливание либо моржевание. И чем более активный стресс в вашем организме, тем в более активной степени подавливать иммунитет и более активные осложнения, которые вы можете получить. Поэтому любые стрессовые факторы вы убираете. Вас не должно волновать ваша работа, ваши какие-то другие дела, которые вам вы обязаны отложить на некоторое время. А ваш работодатель должен понять, что если он попытается предложить вам все-таки продолжать выполнять ваши профессиональные обязанности, то, во-первых, вы приходите как источник вирусной инфекции, заражаете всех окружающих по дороге, пока вы едете на работу, всех, кто находится на работе и, мягко выражаясь, подставляете весь трудовой коллектив. Не говоря о том, что чем активнее вы двигаетесь, чем больше активность ваша, тем фактически больше вероятность и осложнений со стороны других органов. Поэтому третье У. вы должны улечься, вы должны принять постельный или полупостельный режим. Потому что чем ниже уровень физической активности во время гриба, тем меньшее количество осложнений разовьется в вашем организме. Потому что физическую активность, когда вы развиваете, должно интенсивнее работать сердце, оно попадает легко в миокардии и истрофию, токсины разносятся с помощью опорно-двигателя аппарата по всему организму, потому что вы активно двигаетесь, кровообращение усилилось, страдает тот же опорно-двигательный аппарат, вы можете получить и миозит, можете получить полиартрит, активнее страдает мозг и другие органы, которые активно работают в этой ситуации. Четвертое У. Вы должны удовлетворить потребность в воде. Как я уже сказал, 4-5% от массы тела это потребность воды относительно здорового человека в обычных условиях, плюс 1 литр на каждый градус повышения температуры. Если вы это условие выполняете правильно, то у вас не менее полулитра мочи должно быть в сутки. Это индикатор того, что ваши почки тоже выполняют свои функции по очищению крови. У вас частота ударов сердца должна быть примерно 100 ударов или 8-12 ударов на каждый градус повышения температуры должно быть в плюс. То есть обычно нормальное сопровождение вирусной инфекции под названием грипп это частота пульса примерно 100 ударов покоя. Ну и температура должна быть в диапазоне 38-39 градусов. Это показатели правильного сопровождения вирусной инфекции. О том, как неправильно первые признаки осложнений такое видео можете найти на моем канале. Подписчики подписчикам это сделать проще, легче. Вы можете набрать в поисковике первые признаки осложнений гриппа и просмотрите что это такое более подробно. Потому что это очень важный показатель. Очень важно знать когда нормальное течение гриппа переходит в грипп с осложнением и заблаговременно реагировать. В данном случае добавлением количества жидкости в ваш рацион. Это будет чистая вода или будут какие-то соки и компотики. Выбор ваш. Но важно это делать правильно и адекватно в зависимости от тех изменений которые с вашим организмом происходят. Пятое У. Нужно убедиться что грипп излечивается самостоятельно. То есть если температура повышение температуры диапазон 38-39 раз это нормально только после того как температура самостоятельно подчеркиваю это очень важный момент самостоятельно нормализуется вот здесь вы можете уже быть спокойны что ваша иммунная система справилась с этой инфекцией. Очень важно убедиться еще в том что температура не просто снизилась она нормализовалась то есть температура 36,6 а не 37 с небольшим хвостиком это уже говорит о том что вы грипп неправильно сопровождали и возможны вероятные осложнения шестое вы должны удовлетвориться полученным результатом то есть вы правильно отреагировали на эту инфекцию правильно ее сопровождали и ваша задача правильно выйти из этой инфекции потому что это все-таки процесс да ваш иммунитет справился он выработал антитела но вы должны понимать что в течение месяца после перенесенного гриппа иммунитет ослаблен и важно правильно сопровождать дальше правильно выйти обеспечить себе правильное питание частое дробное с белками возвращаете в рацион те продукты которые вы вынуждены были в начале вирусной инфекции исключить вы разнообразно сделали себе питание и обеспечивайте свою иммунную систему всем необходимым для ее эффективной работы вот тогда вы можете поставить птичку или галочку и сказать фух наконец-то все правильно все хорошо вирусная инфекция прошла она закончилась я приобрел пожизненный гуманитет и могу спокойно ждать новую вирусную инфекцию пусть заходит ваш организм должен быть всегда к этому готов если вы хотите более подробно узнать о каких-то особенностях лечения вирусных инфекций есть опубликованная книжка по гриппу вы ее можете приобрести что делать с питанием на моем канале достаточно новой информации очень важно знать что делать если у вас есть печень и не просто знать мы правильно это используем регулярно это используем тогда ваш иммунитет будет крепкий надежный и не страшны будут любые вирусные инфекции в том числе и вирус гриппа который многолик который многочислен вирусов гриппа известно больше 130 видов и к сожалению как вы понимаете с каждым из них познакомиться опасная встреча но с прогнозируемым результатом если вы знаете что делать и пока вы думаете ставить лайк на это видео или не ставить отправить его друзьям знакомым родственникам поделиться как все-таки правильно сопровождать эту опасную вирусную инфекцию я с привычным подписчиком моего канала крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас до новых встреч на моем канале до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...